Уважаемые коллеги, соратники, Анатолий Дмитриевич, Константин Геннадьевич, Калязинцы, приветствую вас из Казани. Мой доклад называется «Признаки модели укронацизма в странах СНГ и в России на примере Республики Татарстан». Основные тезисные мысли состоят в следующем. То, что наблюдается в нынешней Украине в качестве гипертрофированных составляющих системного нацизма, в той или иной мере можно повстречать практически во всех странах СНГ и даже внутри России, где есть нерусский национализм. Вот эти признаки. Я их нашел 16. Первое – русофобия. Второе – противопоставление своего государства России и создание антироссии. В случае отсутствия своего государства, как в субъектах РФ, это сепаратизм. Третье – возвеличение своего народа и всяческое принижение русских как народа. Мы – цивилизация, они – тупые дикари. Причем так во всем от строительства технологий до культуры и быта. Профессор завкафедры Казанского университета культуры высказался, какие еще русские песни могут быть. Нет никаких русских песен. Одна в ополе березка стояла, и тут татарин написал. Четвертое – героизация своего народа и его отдельных представителей. Гипертрофированная. Кузьма Минин был татарин. Знамя над Рейхстаргом возгрузил татарин. Большую часть фашистских танков подбили татары и так далее. Пятое – героизация борьбы за независимость против России и оккупантов. Светлые силы защищают родину, черные силы – это захватчики-звери. Понятно, кто. 1552 год. Взятие Казани. Обострение Татарстана российских отношений. Это хотя конец, вторая половина XVI века. Или война за независимость. Или борьба против оккупации. «Государственную границу Татарстана пересекла русская армия». Это все из учебника для высших учебных заведений. Или книжка Нурла Гарифа «Освободительная война татарского народа», красочно оформленная крупным шрифтом, явно для детей. Заканчивайте словами. Несмотря на неимоверные испытания, которые пришлось выдержать татарскому народу, начиная с 1552 года, он смог сохраниться. Остался несломленным и гордым. Борьба за восстановление независимости государства продолжается и в наши дни. Шестое. Принижение или даже отрицание совместного героизма в борьбе с общими врагами. В украинских учебниках Великую Отечественную называют русско-немецкое, советско-немецкое. А в татарских Отечественная война 1812 года русско-французское. Седьмое. Принижение или отвержение единства истории, судьбы и так далее. Доктор Наук Исхаков, один из идеологов татарских. Учебное пособие по истории для 10-х классов пишет. Единое, выделяя слово, российской цивилизации, очевидно, все же не существует и в Российской Федерации, а прежде в СССР и в Российской Империи соседствовали и уже давно несколько цивилизаций. Православная, русская, исламская, буддистская и, возможно, некоторые другие. Восьмое. Внушение через фальсификацию истории местной русской молодежи. Комплекс вины. Это, я имею в виду, с возвеличиванием нерусских. Цель для русских. Девятое. Удревнение истории своего народа и государства. Древние укрыли. Уж тут негде ставить клемма. Невообразимое привлечение территорий и государства. Ну вот у нас академик Академии наук республики, признанный глава местной исторической школы Индустагиров, высказывался в том, включая, что территория Татарстана включала не только татаро-башкирские земли, но и всю Сибирь и к югу весь Китай. А государственность татарского народа насчитывает 3000 лет. А такой деятель, владелец конезавода, доктор наук и депутат Госдумы, как Фатир Сибгатуллин, весьма экстравагантный, автор ряда исторических, псевдоисторических книг. Книга «От Аттилы до президента», уже название многом говорит, высказывался, значит, армия Аттилы была тюркской, это наши родственники, татар-монгольского ига не существовало. ИСАК – это свободноэкономическая зона, только налоги были меньше. В Китае есть источники, которые свидетельствуют древние правители, музыка, стиль жизни были там татарскими. Десятое – удревнение родной религии, ну, как, например, ученый пособий для пятого класса, это от Книг Инстата 2011 год. Тангарианство – древняя религия тюрков. Одиннадцатая – расовая или иная близость к другим великим, особенно если, очевидно, более великим, чем твой народ, народом и расам, включая вымышленные народы и государства. Ну, например, у нас это проект «Великая Тартария», притягивание за уши казанских татар к Золотой Орде, или утверждение Шаймиев, следование, точнее, Шаймиев, и потомок Чингисхана. И тот же Фатих Сибгатулин, коневладелец. Я побывал в Израиле, изучал кибуц, изучал историю Ватикана, изучал историю басков, каталонцев, жизнь провинции Бордо. Считаю, что баски, каталонцы, французы из Бордо – это потомки тюрков из армии Атилы. Армия Атилы была тюркской, это наши родственники. А Шаймиев очень похож на тибетского ламу. Есть, в конце концов, и теория реинкарнации. Двенадцатое. Очернение всего, что связано с Россией и русским народом, создание псевдонаучных исторических мифов. Тут более всех преуспел в республике Тарстан такой деятель, как Рафаэль Хакимов. Он был советником президента республики долгое время при Шаймиеве, потом еще возглавлял Институт истории и культуры. Вот он пишет. Его вытащили из Ипатийского монастыря, основанного татарским князем Четом, отцом Бориса Годунова. Казаки, в то время плохо говорившие по-русски, и предложили вместо законного царя Владислава. Или статья того же Хакима «Кто такие русские?». Он также известен тем, что отменил татаро-монгольское иго и Куликовскую битву, позвонив Чубарьяну и многими другими гадостями. Тринадцатое. Всяческое сотрудничество с фондами и организациями иностранных государств, ведущих антироссийскую и русофобскую деятельность. Ну вот пример. В октябре 2009 года, без согласования с Москвой, в Казань прилетела госсекретарь США Хиллари Клинтон. С целью изучения опыта, как написано, по укреплению толерантности. Без согласования с Москвой, но очевидно с согласованием с Казани. 14-е. Сотрудничество с радикальными и террористическими организациями, своими или пришлыми, в частности с исламскими. Тот же же Хаким в свое время организовал приезд с Асланом Асхадовым в Казань и его выступление перед госсоветом РТ. На митингах татарских националистов в Казани присутствуют сейчас украинские националисты и желто-блокитный флаг. А лидер Татарского общественного центра Фарид Закиев выступил 3 апреля на митинге в Турции, в Анталии, обернутый украинским флагом против спецоперации, не забыв поплакаться о тяжелом положении татарских общественных организаций в России и Республике Татарстан. Вынужден был сбежать, но надо сказать, что этот все-татарский общественный центр на рубеже 80-90-х был весьма провластной такой организацией, возглавлялся статусными людьми, а сейчас совершенно маргинализовался. 15. В регионах с исламским населением добавляется и данный исламский фактор. В РТ это мечетизация, холилизация и там подобные элементы общественной жизни по шариату, взаимодействие с остальным исламским миром помимо Москвы. И 16. Это борьба с русским языком. Его вытеснение, замещение, как в Республике Татарстан происходило в образовании, или даже запрещение. Ситуацию с языками в Республике Татарстан в 2017-2017 годах пришлось исправить лично Путину и полностью исправленной этой ситуацией ее нельзя считать и до сих пор. Но основным полем реализации данных всех 16 перечисленных идей и направлений наряду с деятельностью политиков и общественных деятелей является история как наука и как дисциплина в школах и вузах и образование в целом. И также делается упор на детей. Это позволяет формировать будущее, чтобы свои были равно бойцы, а русские были равно закомплексованное быдло. Кратко, что касается Республики Татарстан, но в контексте трансформации данных процессов последние десятилетия, если на рубеже 90-х, 80-х, 90-х все перечисленные тенденции имели катастрофический уровень опасности, то нынешняя элита неплохо встроилась в российские реалии и уже не эксплуатирует эти идеи. Однако, по сути, у власти в РТ все та же команда деревенских татар, возглавляемая Шаймиевым, в которой русские исключения и в случае чего неизвестно, как все повернется. Перечисленные тенденции никто не отменит, они в той или иной степени будут существовать всегда. К тому же, кое-какие вещи уже дали свои плоды и последствия надо разгребать кадровую политику, безусловно, надо менять в национальном аспекте Республики. Все угрозы искоренять, работая на упреждение. Ну а главное же, это формировать и последствия внедрять государственную национальную идеологию, в которой русские ценности и идеи русского мира, сейчас, очевидно, после Украины, должны занимать главенствующее положение. Спасибо за внимание. Буду рад, если вы обсудите мой доклад. Спасибо. Спасибо. Спасибо.